Всем привет, мои дорогие! У нас с вами наступил февраль, и я подобрала сегодня именно для себя парфюмы на февраль и начало марта, может быть, до середины марта. Такое определенное настроение сформировалось, я сейчас с вами быстренько поделюсь этими парфюмами. Конечно же, дорогие мои, первый это будет парфюм Фредерик Маль Ле Диве, зимняя вода. Вы понимаете, конечно же, он переводится как зимняя вода, талая вода, но для меня этот парфюм прежде всего о аромате подснежников. Он такой нежный, гелиотропный, гелиотропная пудрочка нежная, и он у меня всегда ассоциируется или со снегурочкой, или что-то вот именно связанное со снегом. Как раз, когда вы знаете, может быть, в марте уже бывает такое предчувствие, может быть, иногда в конце февраля, предчувствие весны, я вот буду пользоваться этим парфюмом. Кому интересно подробнее, смотрите моё другое видео, где я рассказываю обо всех парфюмах Фредерик Маль. Следующий парфюм это Сердж Ле Тенц Ле Фруат, это парфюм о ладане, но он такой ладан очень спокойный, такой ладаномускусный аромат, спокойный, прохладный аромат чистоты, но нет такой альдегидной колкости или цветочности, как в бланш Байрейдо. Здесь всё-таки вот этот ладан, он придаёт, может быть, какую-то, наверное, припылённость, может быть, придымлённость этому аромату, но не уходящий вот этот дымок этот не уходит в костёр, остаётся всё в рамках чистого такого белорубашечного аромата, поэтому холодная вода Сердж Ле Тенц, очень советую, для меня это очень стильный аромат, ассоциируется у меня с серым цветом. Следующий парфюм, пусть будет вот этот парфюм Мюск Блай Хан, это Сердж Ле Тенц, парфюм, который у меня ассоциируется с объятием или шерстечкой пушистого белого котёнка, когда он к вам ластится, вот ощущение нежности или даже кашемирового свитера. И также вот этот парфюм Ле Дю Вер, он также у меня ассоциируется с нежностью кашемирового свитера. И Мюск Блай Хан, в нём есть настроение, да, анималистичность угадывается, вот для некоторых он на грани, да, парфюм, он может быть даже кому-то воняет, как говорят, бомжами, уриной и всем остальным. А для меня он очень сильно раскрывается, вы знаете, такой нежной цветочностью, вот даже розу здесь слышу я, наинежнейший мускус. Но для этого парфюма должно быть настроением, и именно сейчас мне нравится в него укутаться, вот вечерами, например, когда тёплый плед, да, и спокойненько, на улице ещё темно, долго, да, темно, и мы спокойненько просто наслаждаемся, не знаю, такой какой-то своего рода интимностью, которая создаёт этот аромат. Следующий парфюм, он не похожий на предыдущий, это Burberry Tender Touch, этот парфюм 2003 года, и вот этот парфюм отличный пример того, какими классными были парфюмы в 2000-х, да, люксовые парфюмы, потому что он был недорогим, но у него такое отличное качество, извиняюсь, здесь опять мой котик балуется, так, у него отличное качество, потому что здесь, вы знаете, он цветочный аромат, но парфюмер здесь Мишель Джерар, тот парфюмер, который создал Экстраваганс де Мориш, мы знаем, что тот парфюм, он не похожий просто ни на что, да, вот кто знаком с ним, я знаю, одна моя подписчица, она просто обожает Экстраваганс де Мориш, и вот этот парфюм, он также уже снятость, но в нём угадывается, ну, просто ни на что не похожее настроение, это здесь яркая цветочность, и он бархатистый, вот редко бывают парфюмы, у меня, вы знаете, какая большая коллекция, чтобы я могла сказать, это бархатистый парфюм, а этот действительно как будто эвлеветово-бархатистый, как будто вот именно ощущение такого вот цвета, вот такого бархатого, малинового, тёмно-малинового, а по цветам здесь жасмин, я ощущаю, прежде всего, жасмин, но он такой терпкий, вы знаете, даже по терпкости жасмин, он слегка уходит в саразан, сержитан, сарацина, да, вот что-то есть перекликание, но этот он очень позитивный парфюм, такой слегка колкий, с остринкой, с горчинкой, и непритерный, не знаю, мне он очень нравится. Следующий парфюм, это Анфини Корон, этот парфюм цветочный альдегидный, это уже старая школа, здесь альдегиды такие, да, мыльные, есть мыло, они такие, вы знаете, даже очень терпкие, альдегид терпкие, иногда может быть даже своей сухостью берутся слегка за горло, даже горьковатые, вот понимаете, этот парфюм, он на грани уже переходящей альдегиды, переходит даже в горечь, вот представляете, какая должна быть концентрация. Ну, я не могу сказать, что он может каждому понравиться, но в нём есть стиль, свой определённый характер яркий, у меня он раньше был, я от него избавлялась, кому-то дарила, потом вот я опять его приобрела, я знаю, что он мне необходим, именно его настроение, такой подчёркнутой собранности, подчёркнутой собранности и свободы, да, Анфини это бесконечный, да, можно перевести. И действительно в нём есть ощущение, вот что для вас раскрываются какие-то, вот все преграды уходят, какое-то ощущение свободы даёт, такого порыва ветра. Ветра, горечь, терпкость, да, непростой парфюм с характером, но мне нравится. Следующий парфюм, вот, это Miss Dior Blooming Bouquet, конечно, это такая няшечка, да, на каждый день, когда вам хочется просто хорошего настроения, и вы знаете, я обратила внимание, что мне иногда даже вот этот парфюм нравится больше со стороны обонять, чем самой себя, да, то есть для меня я поняла этот парфюм 50 на 50, иногда мне нравится, когда он на мне раскрывается, наверное, скорее, больше даже в тёплую погоду, или вот когда дома тепло, или в помещении тепло, как-то мне не очень, а вот когда в холодную погоду, мне даже приятнее нравится, как он на мне звучит своей терпкостью, вот, цветочной терпкостью, цветочной терпкостью, и вот эти абрикосики, да, вот чувствую я такую кожицу абрикосовую здесь, очень приятная фруктовость, и сейчас, на данный момент, представляете, это, наверное, самый главный победитель по комплиментам, вот этот парфюм очень многим мужчинам нравится. Следующий парфюм, мои дорогие, это Reflection Royal Crown, это парфюмер здесь Антонио Висконти, помните, у него была своя марка, да, потом эти флаконы, которые разбивались, были неудобные, он их переформулировал вот в такое роскошь и богатство. И вы знаете, что я хочу сказать, опять мой котик, извиняюсь, причём не один котик, два, заметьте, и вот этот парфюм, он очень, у него есть отсыл, такой отсыл к моему любимому парфюму Тьёль, Дорсей, по ноте липы, но здесь добавлено ещё мимоза, он наинежнейший, такого сразу ощущается, какой-то воздух весны, ранней весны, март, мимоза, да, естественно, сразу у нас идёт ассоциация, но мне он очень понравился, у меня этот парфюм очаровал, поэтому, вот, кому нравится, кто ищет липу, кому нравился Тьёль, обязательно присмотритесь, я думаю, это неплохая, ну, может быть, не альтернатива, но такой хороший сопровождающий, да, для Тьёль, так что присмотритесь. Следующий парфюм также альдегидный, это Лэзи Сандэй Морнинг, вы знаете, что это реплика, Мезон Мартан Марджелла, здесь также альдегиды, свежие, и это сейчас мой спаситель, именно утром, когда мне надо собраться и почувствовать свежесть, утреннюю свежесть для полного рабочего дня, для белой рубашки, я обожаю такой хрусткий альдегид, здесь такая хрусткая мускусность, и в то же время в нём есть такое слегка интимное настроение, может быть, от парфюма, который мне, кстати, очень нравится, вот видите, даже волосики котика сюда прилипли, котики уже мои тоже любят духи, очень сильно обожают их, что я хотела сказать, интимность парфюма Нарсисса Рудригеса Фуфю де Туалет, у них есть такое перекликание, может быть, слегка такой помадности, интимной помадности, обожаю вот эту свежесть этого парфюма, следующий парфюм, это вот моя палочка-выручалочка, Тезори Дориэнта, Мускео Бьянко, в нём я обожаю засыпать, это такой вот, знаете, для меня ласкающий аромат чистоты, неги, простоты, какой-то даже детскости, белый мускус, и мне нравится, как он звучит, вот, знаете, может, в нём даже какой-то есть звучание таких классических парфюмов 70-х годов, я даже не могу, может быть, назвать его парфюмом, но мне он приятен, да, то есть вот мне иногда по этому настроению и хочется в нём просто засыпать. Так, следующий парфюм, мои дорогие, это Чипен Шик, Мускено Лайт Клаус, также парфюм на фрагрантике, он заявлен как цветочный, фруктовый, ну, вот если посмотреть, цветочный, фруктовый, вы ни разу не обоняли его, вы расскажете, как, мне, это не мой вариант, да, вот кто, кто не любит фруктовые ароматы, но здесь так приятно, он раскрывается свежестью, мускусностью, цветочностью, здесь заявлен лотос, вы знаете, как я люблю цветок лотоса, вот аромат лотоса, здесь я его угадываю, такую свежесть, да, слегководную, может быть, свежесть лотоса, его кислинку, чудес, чудеснейший, лёгкий аромат, я бы его могла даже отнести, вы знаете, вот по лёгкости, по ощущению настроения, лёгкости, может быть, к плеже даже, эстеллауда, вот что-то в этом больше направлении, но, если бы мне сказали, вот, но на что он похож, может быть, даже, ну, бланш, вы понимаете, вот бланш, да, борьба, он очень альдегидный, в нём чувствуется альдегидный, в нём больше чувствуется резкости, а это может быть бланш, но который выкручен, вот все резкие углы бланш, выкручены, в такую вот мимимишную, мимимишную нежность, такую, слегка детскость, очень приятный, так, следующее, что у нас будет, следующий парфюм, это лавандула, пенхалигон, вот лаванда, 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 это лаванда, вот я считаю, что одна из чудеснейших лаванд, потому что здесь идеальный баланс сладости, свежести и терпкости, да, вот, например, Джорси, это скорее всего Шанель, это лаванда, все же такая уходящая в сладость, вот эти бабы тонко, они придают прилично, да, сладости парфюму, а эта лаванда, она и не мужская, такая чисто фужерная, или с добавлением ладана, а она очень приятная, я бы сказала, такая, вы знаете, у неё какое-то такое даже дворянское звучание, что-то в нём есть очень хорошо вывернное, с характером, и он даёт ощущение спокойствия, уверенности, в нём есть присутствие чего-то благородного, я бы так сказала. Следующий парфюм, это вот в таком варианте у меня есть Царина, Орман Джейн, вы знаете, я очень полюбила этот парфюм, он для меня это такое подтаявшее, может быть, подтаявшее мороженое крем-брюле, это нежность, женственность, это цветочность, слегка, может быть, такие гурманские нотки здесь есть, для меня этот парфюм, он у меня очень, знаете, хорошо, какую-то гармонию вносит в моё настроение, и мне очень часто делают комплименты, что я хорошо выпижу, когда я пользуюсь Цариной. Следующий парфюм, это, так, 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 следующий парфюм, это Бегорат Концентрей, Фредерик Маль, обожаю также этот парфюм, отречком, когда мне надо собраться и поднять свой дух, здесь такие, такой классный, ну, Бегорат, это, горький апельсин, горький апельсин, кожаные нотки, может быть, по характеру относятся, какое-то есть перекликание с Odermes, но здесь более современное звучание, и также вот углы, многие резкие, характерные, они сглажены, стойкость у него, конечно, могла бы быть лучше, но, странное дело, иногда я его перестаю на себе ощущать после 40 минут, даже часа, а иногда я могу на следующий день какие-то отголоски с волоса разгадать, поэтому классная свежесть, такая стильная, также мне для офиса, для белой рубашки отлично подходит. Что еще я могу вам сказать? Обожаю сейчас вот этот парфюм Miss Dior, это у меня концентрация или парфюм, или что-то, это парфюм, вот видите, такой, как не любить этот парфюм, я считаю, этот парфюм, одним из главнейших или самых главных шедевров парфюмерии, парфюм 1947 года, вот этот парфюм, который должен, который заявил о крестьяне Диоре, а заявил о его таланте, то есть вот в этом парфюме дошипровость есть, да, есть горечь, да, может быть, слегка есть резкость, но здесь вы видите, что у меня еще тот парфюм, да, не переформулированный, в нем есть настроение, железная воля, и в то же время какой-то безудержная жажда жизни, мне он очень нравится, так что я его не сразу полюбила, помню, годовным-давно у меня был флакончик, я с ним почему-то не подружилась, но на протяжении последних трех лет это один из моих любимейших парфюмов, Miss Dior, просто, просто обожаю, я его считаю действительно шедевром, вот он для меня шедевр наравне с Chanel No 5, да, с туалетной водой, и, наверное, что у нас будет последний парфюм, мои дорогие, да, последний парфюм это Sarazin, вы видите, такой, да, у меня от Levante, вернее, даже не от Levante, а вот этот Atomizer, Sarazin, да, Serge Lutens, дикий, дикий, необузданный, какой-то такой ночной жасмин, без примеси мёда, как в Alainui и Гренадина, здесь же жасмин в сочетании кожаной, да, с кожей, кожаный жасмин, и мне создаётся всегда ощущение какой-то тёмной ночи вот от этого жасмина, он не слегка дурманищий, я вот даже, например, днём, мне не всегда хочется им пользоваться, даже вот утром, больше уже как-то во второй половине дня, уже даже этот, факт свидетельствует о том, что здесь есть всё-таки настроение ночи, и кто знаком с ним, я не знаю, получится мне сейчас его достать, нет, не получается, не буду ломать, вот этот оттенок, да, такой фиолетовый, как цвет ночи, ну вот, мои дорогие, это моя подборка на февраль, и, может быть, начало марта, март, делитесь со мной, чем вы будете пользоваться, а на сегодня всё, всего вам самого хорошего, хорошего февраля, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok